Продукт используется 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 потому что, в частности, я первый раз в Москве. Замечательно, что так много слушателей у нас. Я действительно хотел бы рассказать вам о своем опыте создания компании в области AdTech в Америке и об этом как о бизнесе. И давайте сейчас перейдем к моей презентации. Итак, я хотел бы сосредоточиться на том, как масштабировать, как получать доход, и как с помощью нашего опыта добиваться большего, как мы это делаем в Америке. Давайте для начала поймем, кто вы. Я сейчас задам вопрос, а вы будете поднимать руку, чтобы я понял, кто у меня в аудитории. Какова ваша роль? Вы работаете на компанию, занимающуюся AdTech, администратором или на правительственной организации, или кто в AdTech работает? Замечательно. Кто преподаватели? Кто у нас преподаватели? Есть такие. А кто работают на правительственной организации и занимаются административной деятельностью? Замечательно. А откуда вы? Кто здесь из России? Поднимите руки. Так. Не из России? Американцы или? Понятно. Очень хорошо. И последний вопрос. Насколько вы хорошо знакомы с рынком AdTech в Америке? Ничего не знаю? Чуть-чуть знаю? Чуть-чуть знаком? Или я эксперт? Много изучал этот рынок. Кто ничего не знает о нашем рынке? Кто знает, но чуть-чуть? А кто является экспертом? Это я руку подниму сейчас. Понятно. Так, если я о России и о вашем рынке AdTech имею очень смутное представление, я, конечно, очень постараюсь рассказать о нас, чтобы вам стало яснее. Я начинал с того, что участвовал в программе Teacher of America и преподавал естественные науки. Далее я стал директором по AdTech Technology по данным технологиям в школах, где работал. Я перестал преподавать, потому что увидел потенциал технологий и видел, что школа плохо использует этот потенциал, и пытался это изменить. И меня несколько фрустрировало, как работа технологии, и вместе с своими другими друзьями я основал компанию Clever. Я вам расскажу, конечно, чем мы занимаемся, но наша миссия состоит в том, чтобы людям в образовании, преподавателям, студентам было проще использовать технологии. Что, закон подлости в действии? Что у меня со слайдером случилось? И, как я сказал, я занимаюсь прежде всего американским рынком, я не являюсь экспертом международного рынка, и по высшему образованию тоже ничего не смогу вам рассказать. Именно по школьному образованию специализируюсь. А сейчас несколько слов о нашей компании. Нашей миссией является Learning Works. Так, что означает, что обучение лучше работает, если вы на Clever, на нашей платформе. Мы платформа, которая позволяет с легкостью использовать программное обеспечение, например, для преподавателей. Мы начали в 2012 году, 7 лет тому назад. Начали с 4 школ, в частности, тех школ, где я был технологическим директором, а сейчас у нас 70 тысяч школ в США и Канаде. Мы подняли 43 миллиона долларов вечерного капитала, мы являемся частной компанией, и у нас совершенно потрясающие инвесторы, которые нам помогали расти и масштабироваться. Мы базируемся в Сан-Франциско, штат Калифорнии. И, хотя это несколько устарело, когда я делал эту презентацию, у нас было 14 миллионов ежемесячных пользователей. А буквально вчера мы перешли этот рубегон, у нас более 15 миллионов ежемесячных пользователей и тысячи различных приложений, различных вариантов контента присутствуют на нашей платформе. На сегодняшний день мы концентрируемся на вот этом крупнейшем вызове, который является вызовом для США, но, мне кажется, он даже также универсальный. Люди говорят, вот у меня есть страсть, страсть обучать, и я верю в использование технологий как средство для улучшения качества обучения. Но как это превратить в бизнес? Как сделать так, чтобы это было не столько средством потери денег, сколько зарабатывание денег? И вот инновационные компании в США справляются с этой проблемой и превращают свою страсть к образованию в успешный бизнес. Мы с вами рассмотрим четыре различные новые бизнес-модели, которые были ими разработаны. Я покажу вам кейсы и контент, который присутствует на американском рынке. И хотел бы предложить вам подумать, насколько это применимо в России или других странах, откуда вы сейчас к нам приехали. Я буду использовать терминологию, которая, возможно, ей переводится. Если что-то непонятно, пожалуйста, попросите повторить. Надеюсь, что переводчик не подкачает, и все-таки вам будет понятно, о чем я говорю. Итак, хотелось бы показать вам контекст того, что представляет из себя рынок образования США с точки зрения именно отраслевой. Это, на самом деле, очень тяжело сделать за три слайда, но, тем не менее, попробую. Во-первых, мы буквально тонны денег вливаем в образование, триллион долларов в год. 90% – это государственный капитал, и 10% – это частный капитал. И 13 тысяч долларов затрачиваются на студентов в год. В ОСР – это самый высокий уровень, если учитывать корректировку на валютные курсы. Если посмотреть по тесту ПИСа, который проверяет уровень образовательный, мы действительно можем быть недовольны тем, что затрачиваем такое огромное количество денег, и не поддавиваемся хороших результатов. Здесь вы видите, что мы справа в количестве денег, затрачиваемых на образование, но посередине, с точки зрения результата. И только небольшое количество, на самом деле, направляется на AdTech. Очень много тратится на инфраструктуру. 95% школ обладают высокоскоростным интернетом. Мы также все лучше обеспечиваем доступ к аппаратному обеспечению. Один на один. То есть у каждого студента есть лэптоп. Это становится все более и более популярной историей. Кроме того, доступность технологий делает доступными учебники. То есть какие-то основополагающие вещи есть. Но мы очень мало денег тратим на цифровой контент, на цифровое содержание курсов. Менее 2% затрачивается из всего объема того, что тратится на образование, на это. И при этом эти 2% распределяются по разным типам продуктов, а они затрачиваются на один тип продуктов. Есть так называемые основные... Это, собственно, учебники, которые превращены в онлайн-образование. И в основном здесь деньги идут в крупные издательские дома, традиционные издательские дома, занимающиеся учебниками. Есть также платформы, которые довольно распространены. Система, называющаяся Student Information System, которая отслеживает, какие студенты, где чему учатся дальше. ЛМС, такие как Canvas и Whiteboard, а также платформы для оценки. Но так или иначе, концентрируются стартапы не на вот этих категорий, потому что там мощные уже существующие игроки, а на дополнительном обучении, на работе с родителями, чтобы учителям было легче работать с родителями. И с вопросом мотивации. Также стартапы очень интересуют, как мотивируются студентов. Здесь вы видите различные категории и инструменты, которые интересны стартапам в США. Вот так я вам создал представление, общее представление о контекстах, в которых завиваются те четыре бизнес-модели, о которых мы сейчас поговорим. Итак, основной вызов в том, что вот у меня есть страсть к образованию, как на этом зарабатывать. Это действительно очень сложно. Почему это сложно? Прежде всего, потому что в США рынок очень фрагментированный. Федеральное правительство, федеральное правительство в США не закупает централизованно это так. Нельзя сразу совершить одну протажу. Есть 30 тысяч school-дистриктов, которые самостоятельно решают, на что тратить эти деньги. И эти дистракты хотели бы не принимать решения за школы, а чтобы каждый из школ в этих дистрактах принимал решения. Но это означает еще больше автономии. И с другой стороны, это означает, если у вас 130 тысяч человек, которым нужно продать, это, в общем, естественно, очень сильно затрудняет задачи компаний. И все дело, конечно, во взаимоотношениях, а в том, чтобы, знаете, покормить стейком и спросить, а не хочешь ли ты купить мой продукт в виде образовательного материала. Но не всегда, знаете ли, можно такое себе позволить. И для стартапов это дело тоже довольно сложное. Не всякий раз в стейкхаус можно повезти. Есть еще такая проблема. Мне нужно доказательство, что этот вариант лучше, чем все другие. Ну, логично, конечно, для студентов хочется покупать самое лучшее. Но представьте себе, что вы новенькая компания, вы, соответственно, не можете такому покупателю продавать и не можете доказать эффективно, что этот продукт работает и в США. Такое доказательное исследование проходит в течение двух лет и требует миллиона долларов инвестиций. Ну, представьте себе, сколько молодых компаний смогут это сделать. И большинство компаний не хотят быть с лабораторными крысками, на которых опробуется что-то новое. Их тоже можно понять. Кроме того, вопрос приватности частных персональных данных. Это большое препятствие для многих стартапов. Эта модель не работает в школах, потому что школам не хотелось бы показывать рекламу преподавателям, в отличие от Фейсбука того же. И еще один челлендж для предпринимателей ТЭК. Многие программные продукты, они бесплатные. Google, Microsoft, они бесплатные продукты дают школам. Для того, чтобы их бренд развивался, и студентам нравилось использовать эти платформы. Поэтому на том, чтобы создавать замечательные материалы для школ, очень тяжело зарабатывать, в частности, поэтому. И, конечно, тяжело платному продукту конкурировать с бесплатным продуктом. И в этом контексте становится понятно, что очень тяжело быть предпринимателем в сфере. Это так, это не простая дорожка, которую выбирают избранные. Это действительно вызов, но, с другой стороны, это создает возможности и развивается изобретательность. Ну, в общем, гуль на выдумке хитрая, никто это дело не отменял. Создаются действительно очень креативные решения, которые позволяют развивать свой бизнес, но это очень и очень непросто делать в этом американском контексте. Расскажу вам о клаверах, с чего все начиналось. Я преподавал, а потом был директором по технологии. Вот как это выглядело. И вот какие технологии использовались. Все злились, все были фрустрированы. Студенты говорили, я не могу залогиниться, забыл пароль. Или у меня нет клиента, я не могу зайти в программу. А преподаватели, которые очень хотели разговаривать с ними о контенте, мотивировать, все такое, у них возникали технические проблемы. И, конечно, это всех сфрустрировало, и никто им, бедняжкам, преподавателям, не помогал ни с точки зрения техники, ни с точки зрения контента. И зачастую технология являлась источником фрустрации, а не воудушевлений. Вот что я ощущал и как преподаватель, и как технический директор. Многие школы, и каждая из них использовала очень большое количество программ. Какие-то для чтения, какие-то для математики, какие-то для развития коммуникативных навыков. И когда у вас такое большое количество программ, получается вот такая каша, такой винегрет, много-много логинов, много паролей, все все забывают, все все теряют. И идея в клевере была в том, что мы все сведем воедино. Здесь вы видите скриншот клевера для студента, для учащегося. Все в один клик доступно. Не нужно пытаться понять, как это все работает, все работает интуитивно. И мы очень много времени и усилий потратили на синхронизацию данных, чтобы синхронизировать опыт для преподавателей и учащихся, что потребовало большого количества приложений, алгоритмов. И вот от винегрета из приложений мы перешли в клевер, которые позволяли справиться с техническими сложностями и систематизировать все вот это. И, конечно же, у нас встал вопрос о бизнес-модели. Мы были компанией, ориентированной на прибыль. Как же нам зарабатывать? Будем ли мы продавать свой продукт школам? Или, может быть, компаниям будем продавать? И нам необходимо было принять, прежде всего, это решение. В связи с теми вызовами, о которых я упоминал ранее, фрагментированностью рынка и особенностями закупщиков, ограниченностью бюджета, мы решили, что не будем продавать продукт школам, а будем продавать его компаниям. Евгений совершенно правильно сказал, слишком было много технических вопросов, не было возможности использовать продуктов, а в этом случае их продукт не обновляется. Вот, собственно, в чем интерес компании. Мы решили на эту операцию, это так, B2B, бизнес-то-бизнес. Такая у нас была концепция. Мы продаем не школам, а продаем это компаниям. Здесь вы видите цитату. В золотую лихорадку нужно зарабатывать не на попытках найти золото, а на то, чтобы продавать кирки до лопаты тем, кто золото ищет. И V-Vice, который создает замечательные джинсы, которые на многих из вас сейчас, они как раз на этом и заработали. То есть нужно продавать инструменты, которые позволят зарабатывать деньги, собственно. Несколько примеров стартапов, которые следуют этой бизнес-модели. Клевер – это одна из таких компаний. Есть Анастасия, которая позволяет включить в возможность оценку. От 2 до 3 миллиардов ответов на различные опросы фиксируется. Если вам нужно создавать продукты для оценки возможностей студентов математики, вот Desmos – отличный продукт, отличный стартап. Но, естественно, у этой модели есть определенные проблемы. Вам нужно уметь продавать быстрее. Вам нужны контракты с клиентами. И в результате вы можете выйти на очень большие масштабы очень быстро. Мы обеспечили покрытие более половины школ США благодаря таким нашим партнерам, как Евгений. Но, с другой стороны, ограниченный у нас объем рынка. Вы являетесь лишь одной долей этого рынка. И поскольку вы работаете с школами, со студентами, у вас самые разные заинтересованные стороны, что, конечно, может быть негативной стороной такой бизнес-модели. Потому что нужно все время следить за балансом интересов своих заинтересованных сторон. Другая бизнес-модель, которая, возможно, сейчас выходит на первое место, она является очень популярной и успешной в США – фримен. Когда вы начинаете с бесплатного продукта, а потом продаете ее премиум-версию. То есть сначала преподаватели увлекаются бесплатным продуктом. Сарафанное радио здесь работает, от коллег они могли услышать, по социальным сетям об этом узнать. И если учителям нравится этот продукт, и если многие этот бесплатный продукт используются, они в какой-то момент наталкиваются на стену. Потому что продукт говорит, что, ребята, вы можете использовать столько-то лицензий, а теперь давайте платите. А они не могут себе этого позволить. То есть они идут к директору и говорят, слушайте, а можно нам премиальные обновления купить? А директор пытается идти навстречу учителям, что он и делает, да, покупает премиум-счет. А, соответственно, если много таких директоров пошли навстречу своим учителям, они потом и дистрикт могут уговорить купить вот такую вот продвинутую версию продукта, премиум-версию продукта. И компания на этом еще больше зарабатывает. Вот премиум называется эта бизнес-модель. И сейчас я вам приведу несколько примеров. Вот, пожалуйста, для месседжинга, для обмена сообщениями между школой и родителем. На самом деле они на первом месте по количеству сообщений, отправляемых и получаемых. Следующее – это новостные статьи, которые создаются прицельно под потребности учителя. И также стартап, который занимается обучением грамматики, 50% используют бесплатную версию этого продукта. Но дальше компания надеется продавать уже премиальный продукт. В чем же сильные стороны этой модели? Первое в том, что нет необходимости платить тем, кто занимается продажами, держать вот этот штат и водить в басты к хаосу. А можно опираться на интерес конкретных людей, от учителей до директоров. Кроме того, вы таким образом можете вырасти от нуля до 50% покрытия школы буквально за несколько лет. То есть наращивание клиентской базы очень большими темпами. Но есть, конечно, и отрицательная сторона. Для того, чтобы обеспечить такой вирусный рост вашего продукта, вы не можете затрачивать деньги на маркетинг. То есть продукт должен быть настолько хорош, чтобы люди заинтересовались и готовы были вас рекомендовать своим коллегам. То есть должен быть пользовательский опыт на высоте и ценность на высоте. И кроме того, нужен баланс между бесплатным и платным. Потому что если слишком много давать бесплатно, никто не захочет платить. А если недостаточно бесплатного, то никто не будет даже пытаться этим пользоваться. Этим пользоваться, то есть нужно найти такой баланс. А это очень непросто сделать. Третья модель очень любопытная, не очень сильно распространенная, но очень любопытная. Мне кажется, ей стоит поделиться. Это корпоративное спонсорство. Как это работает? Уже упоминалась ограниченность бюджетов школ, и некоторые обращаются к крупным компаниям, местным компаниям, оплачивать им контент, который представляется школой. Например, здесь может быть местный банк, который оплачивает счета на AdTech для того, чтобы обеспечивать определенным материалом школы. Или, допустим, какая-то эта компания спонсирует те элементы программ, которые связаны с компьютерной грамотностью и цифровыми профессиями. Здесь пример. Они начали с финансовой грамотности, то есть банки оплачивали вот такие программы. Более 250 миллионов долларов им удалось поднять. Есть и другие примеры, совершенно замечательные. Что хорошего и что плохого в этой модели? Давайте об этом поговорим. Преимущество в том, что в Америке проще продать компании, а не школе. У них бюджеты побольше, и им проще быть вашим клиентом. А когда что-то бесплатно, то, соответственно, школы запросто это принимают и начинают использовать. В школы все просто бегут и начинают это все внедрять в этом случае. Кроме того, есть и минусы. Вообще в США считается, что необходимо стремиться к независимости образования от компании. И если компании будут слишком рекламировать свое присутствие вот в этом всем процессе, ничего хорошего из этого не выйдет. Очень важен баланс, чтобы был интерес для компании и был интерес и для школы тоже. Не думаю, что слишком многие компании примут эту бизнес-модель, но, тем не менее, она интересна. И четвертое, последнее из бизнес-моделей, это когда платят родители. Интересная, на самом деле, бизнес-модель в США, и, я думаю, в России тоже есть такие продукты, которые родители покупают самостоятельно для того, чтобы помочь своим чадушкам, там, репетиторов оплачиваем, то все. И вот в школах, государственных, так и не государственных, это начинает использовать, эту бизнес-модель начинает использовать компания Веттек. Как работает эта бизнес-модель? Сначала преподаватель начинает использовать бесплатное программное обеспечение, как фремиум, да, то, что я говорил выше. И это демонстрирует определенное преимущество в аудитории, да, в классе. А потом компания говорит, слушайте, вот вы используете бесплатно наше программное обеспечение, не могли бы вы нам контактики дать родителей, родителей ваших учеников, имейл. И как только они получают контакты родителей, они уже начинают продавать родителям. И говорят, смотрите, вот какие интересные штуки ваш ребенок делает в школе, а давайте вы нам заплатите еще немножко денежков, получите премиум-версию, и тогда он дома сможет еще интересные, более интересные штуки делать. Это относительно новая бизнес-модель, она не существовала буквально 5-10 лет тому назад, но уже есть три компании, которые добились большого успеха и масштаба. Эпикрединг в частности, это бесплатная цифровая библиотека, электронные книги, причем это популярные книги, не абы какие. И если вам хочется получить доступ к этой же библиотеке, но из дома, то родителям приходится выкладывать 10 долларов в месяц. Или вот это математическая игра, она похожа на видеоигру, но для того, чтобы монстров крошить, необходимы математические задачки решать. В этом случае студенты могут в школе и дома бесплатно использовать эту программу, но если вы хотите премиальные какие-то штуки, такие как кастомизация аватара и некоторые другие вещи, то нужно за это платить, за это платить родители. И есть еще такая компания ПАРК. Дело в том, что перед школами в Америке есть такой вызов, как фильтрация контента, интернет-контента, чтобы не было доступа к контенту для взрослых и так далее, и многие готовы платить огромные деньги за это. А ПАРК говорит, вы можете бесплатно получать фильтрование вот этого контента, а мы за это просим у вас контакты родителей. Ну и родителям, соответственно, продают ту же самую услугу. И здесь вы видите еще один пример такой модели, когда платят родители. Какие проблемы решены такой модели? Во-первых, быстрое наращивание клиентской базы. На всяком случае, в США рынок родителей на самом деле гораздо больше, чем рынок школ. Родители готовы тратить больше денег, чем школа, и вы получаете доступ к такой большой клиентской базе. С одной стороны. С другой стороны, этот момент, как только вы попросили контакты родителей, возможно, создаст напряженность, потому что родители могут возмутиться, что же это за дело, вы продаете мои контакты какой-то непонятной компании. И есть, кроме того, ощущение среди родителей, что так, подождите, у нас государственная школа должна быть бесплатная, что это вы меня тут заставляете за что-то платить. Вот такая штука является минусом этой модели. Нормы стандарта в Америке таковы, что вы, как компания, продаете программное обеспечение школам. И есть огромное количество компаний, которые успешны в этом отношении, но для стартапов эта вещь очень и очень сложная. И поэтому они начали использовать новые модели B2B, когда мы продаем другим компаниям. Фремиум, когда мы что-то даем бесплатно, достигаем большой клиентской базы, потом начинаем просить деньги. Корпоративное спонсорство, когда компании платят за используемые школами программное обеспечение. И бесплатное программное обеспечение с последующим запросом денег с родителей. И вот призываю вас задуматься над тем, какие из этих моделей сработают для России. Подходят ли они для России вообще, или они вообще подходят исключительно для американского рынка. Мне было бы очень любопытно услышать ваше мнение. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать. Спасибо, мне было очень приятно поделиться с вами своими мыслями.